Вот здесь кругляшек. А вчерашний, видимо, сварила внучка, показывала. Был большой вот такой, как будто его специально помазали и закрыли вот этой отверстией. На первый взгляд обычные куриные яйца. Правда, некоторые отличаются с курлупой и содержимым. Пенсионерка Фузия Гельмудинова решила, что натуральные яйца смешали с искусственными, или иначе говоря, с китайскими, которые славятся желтками-пригунками. Взяла белок, попробовала, никакого вкуса нет. И потом желток щуточку взяла, попробовала. Я чувствовала, вот горло, как перец жгло. Жгет и по пищеводу тоже жгло. Легла в желудок и заметно было, вот боль уже, вот сразу боль началась в желудке. Вот это белок у меня вышло потом. Хоть маленький кусочек вышло. Не переварилось? Не переварилось. Часть купленного десятка оказалась промаркирована татарстанским производителем. Другие были без штампа. И как раз-таки они и вызвали подозрение у пенсионерки. Если яйца разбить, они растекаются, как вода, образуя однородную массу. В них нет соединения желтка с белком в виде белой нити. Да и желток, сваренный вкрутую, не синеет по стечении даже суток. Я никогда не думала, что в Татарстане вот так может быть. Все мусор сейчас привозят в Татарстане. Вот это очень смущает. Обидно. Мы же можем. Яйца были. Были бы дефицит яйца. Я бы думала, что вот так. А дефицита нет. Продавец, торгующий подобными яйцами, заявил, что продукт татарстанский к Китаю отношения не имеет. Между тем, искусственные яйца или настоящие предстоит выяснить экспертам. Ведь рядовому покупателю определить подделку и качество продукции практически невозможно.